Вот и закончился мой день Сейчас он быстро заканчивается А я только из интернета узнал Что сегодня оказывается день Ну какого-то учителя, не учителя Ну короче говоря, все кто когда-то Где-то преподавал, учил Друг друга поздравляют А мне так забавно Меня когда спрашивают, кто я, что я Или как-то называют меня Кто художником, кто дизайнером Ну очень редко вспоминают, что я вообще-то архитектор Но совсем редко вспоминают И я даже сам забыл Что у меня, пожалуй Ну если посчитать Около 25 лет педагогического стажа Такая забавная история Я сам об этом забывал Даже когда работал Последние 12 лет я работал На кафедре дизайна В политехническом институте Но он по-разному назывался ИРГТУ и так далее Потом назывался факультет Потом назывался институт Изобразительного искусства Вот Даже когда я работал уже Ну совсем официально И то я как-то никак Не считал себя преподавателем Хотя, наверное Я был совсем даже Неплохим преподавателем И те, кто вот На фейсбуке Из моих студентов Есть Они, может быть, все-таки Подтвердят эти слова А вообще история моего преподавания Она интересная Я когда приехал сюда в 76-м году Доучиваться после Новосибирска То На пятом курсе По-моему Я неплохо рисовал И, наверное, Александр Сергеевич Шипицын Это заметил Потому что именно он Меня позвал тогда Будучи студентом Когда я был студентом На должность лаборанта Кафедры рисунка, живописи и скульптуры Завкафедры был Александр Сергеевич Шипицын Я помню тогда молодой Он А я еще моложе Вот И он меня, взяв туда Работать лаборантом Ну студентом-то И никак И невозможно было устроиться По тем временам Дал возможность мне Работать По сути Его Ассистентом Вот То есть я уже где-то Я, учась на пятом курсе Я вел занятия Заменял его Замещал иногда У первокурсников И потом Как только я закончил институт В 78-м году С первого же дня Я подрабатывал Всегда В качестве Почасовика Это была такая форма Ну Возможность даже Немножко подработать Деньги кладили Небольшие И тем не менее Плюс к зарплате Тогда архитектора Я получал Наверное Рублей 130 Вот По тем временам Стандартная зарплата Любого выпускника Любого вуза 125-130 Потом мне повысили Когда сдали должность Старшего архитектора До 135 Вот До 150 Я не успел доработать Руководителя группы По-моему Называлась должность Я уже тогда ушел Вот И все это время Это у меня отмечено В трудовой Все эти годы Я преподавал По часовику На кафедре рисунка Потом был небольшой перерыв И я Уже когда работал В книжном издательстве Я Работал Лет пять В художественном училище Преподавал А потом Я преподавал Также по часовикам Потом преподавал Еще были такие курсы Короче говоря Когда я попытался Сосчитать Или А Когда меня брали Работать в училище То Нина Степановна Струк Которая была тогда директором Она с удивлением Обнаружила Когда там Надо было оформить Мне зарплату Что у меня Уже к тем годам Набрался какой-то Достаточно большой Преподавательский стаж И мне даже там Дали какую-то Достаточно высокую Категорию Вот А уж Когда я пришел Работать в политех То Мне дали Должность Доцента Ну уже Так сказать По Причине Того Что я являюсь Сленом Союза Там такое положение А если бы я еще работал Каким-нибудь Маленьким начальником В какой-нибудь фирме То я автоматом Бо получил Должность профессора Как мне объяснили Ну либо там типа Оставалось совсем немного Чтобы дописать Несколько методических пособий И Всяких разных Дел Чтобы Получить все эти Звания Регалии И так далее Я как-то Очень к этому Отнесся Проманкировал Так сказать Никогда Не рвался Ни за званиями Ни за всеми Этими Научными Делами Хотя как раз К этому-то у меня Душа очень хорошо лежит В то время Как в общем-то Очень многие Кто Очень далек от этого Написав какие-то Фейковые Фальшивые Кандидатские Да Стали И кандидатами И докторами Но Суть не в этом А суть в том Что сегодня Я как-то Имея этот Преподавательский стаж Порядка четверти века Да А потом я вспомнил А потом я вдруг Вспомнил Да елки-палки А у меня же мама Всю жизнь преподавала Она была хирургом Она была врачом Но Все время Так же Подрабатывала Работала Преподавателем В медицинском училище Все время Я потом об этом Вспомнил Думаю Так это интересно А потом я вспомнил Что моя бабушка По отцу Анна Яковлевна Беседина Она С двойны еще Она С двадцатых годов Была учительницей Вот То есть Она Она училась в Петербурге Закончила Петербургскую Гимназию И в семнадцатом Или в шестнадцатом Году Их послали сюда В Сибирь И она здесь Первое что приехало В Сибирь Тут началась революция И она Поехала По деревням Преподавать Как это называлось Учительствовать И ходила там В этой самой красной косынке В кожаной юбке Преподавала Вот ту самую Ликбез Ту самую Ликвидация безграмотности Она учила Деревенских детишек Там Все Ну Она была комсомолкой Она была Первой комсомолкой В Мариинске И я помню Когда К ней приходили Пионеры Брать у нее Что-то типа интервью Как у Одной из первых Комсомолок Кузбасса Вот И потом я вспомнил Что она еще До войны По-моему Или сразу После войны Но у нее был Вот этот Красивый Знаменитый Значок Я только сейчас Начинаю вспоминать Это был значок Заслуженного Учителя РСФСР Это была моя бабушка Она всю жизнь Преподавала Она была Учительницей Ну разных Предметов Вот Я не знаю Уж Заканчивала ли она Институты Но вот По тем временам После войны Во время революции Когда она начала Работать Учительницей Вполне Хватало Петербургской Петербургской Гимназии Классической Для того Чтобы преподавать Все на свете Вот Ну Это она Меня научила Читать и писать В 4 года По этим прописям Я помню Ее уроки Там много Интересного Да И она потом Учительствовала В той самой школе Которой я Собственно И учился В 11 Вспомни все это Вспомни все это И тем более Свой вот этот 25-летний Почти стаж Преподавательский Я что хочу сказать-то Так а Наверное Сегодня и мой праздник И видимо Недаром Во мне Из меня Вот вылазит Вся вот это Вот Ну менторство Может быть Вот это желание Делиться Вот это желание Что-то править Желание всех Поучать и воспитывать Вот Рассказывать Ну в общем делиться Я наверное Кое-что умею И у меня Постоянно Это желание И если действительно Кто-то во мне Видит это менторство Ну вы меня простите Не забывайте Что я вообще-то Преподаватель Плюс ко всему Что не просто Художник Не просто Архитектор А оказывается Это я сейчас Только сейчас Начинаю Вспоминать Что я оказывается Еще и 20 лет Преподавал Начиная С первого Дня Да нет Еще даже Не закончив Институт Шлите ваши Поздравления Ладно Готов их принять Всего доброго Всех коллег С праздником Вот И я Присоселюсь к вам Пока Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok